Всем привет! Сегодня я веду запись из Центральной библиотеки Либерпуля чтобы проверить как снижать в видеороликах уровень шума расскажу об облите погоды и поговорим о последних версиях 17.3 и 18 Итак, погода правой кнопкой набираете информацию о модуле Вот если у вас стоит 1.13 значит у вас установлена самая последняя версия и в принципе вы об этом можете больше не беспокоиться У многих же картинка другая Покажу на примере Если вы кликните по панели в любом месте добавите отлеты на панель и у вас установлена версия ниже чем 1.13 то вам нужно будет эту версию просто-напросто удалить Вы выделяете оплет погоды правой кнопкой мышки и удалить Да Как видите Жначок погоды исчез из панели и из менюшки Идем Отлипы сети И вот самый важный момент посмотрите Обновить список Вот когда вы делаете обновление списка У вас автоматически устанавливаются самые последние версии Отмечаем его галочкой Нажимаем на кнопку установить или обновить выделение Пункты Переходим на вкладку установленные оплеты Выделяем оплет погоды И нажимаем на добавить на панель Вот оно Дальше Смотрим на самую отцову 1.13.3 Версия что нам нужно Идем в настройки В настройках Получаем Заводим английскими буквами Название того места Где вы живете В поле заводите Название своего города Английскими буквами Нажимаете на кнопочку Поиск Lookup И так вот Местечко я нашел 26.74 То есть буквы Исчезли Из кодов Вот надо запомнить Эти буквы О циферке Можно скопировать Затем Идем В аплит погоды И вставляем сюда Эти циферки Тут я ставлю Миллиметр Открутного столба Пять дней Прогноз погоды И убираю И убираю Эти длиннейшие надписи Которые нам сообщают Что это витринная линия Настройки сделаны Закрываем Теперь проверяем погоду Ну вот прогноз По Ливерпулю На субботу На воскресенье Переменная облачность Понедельник Ливни Вторник Переменная И в среду Местами грозы Вот такая погода Предстоит То есть Все работает Все работает нормально Теперь значит Обратите внимание На уровень Шума В библиотеке Он небольшой Но присутствует Так вот Я сейчас Этот кусочек Посвященный погоде Помещу В аудиоредактор И мы посмотрим Как Убирать Из него Ненужные шумы Поэтому Первую часть Видеоролика Я сейчас Пока Прерываю Итак Значит В этой части Мы рассмотрим Как Работать Над видеороликами Как убирать Ненужные шумы Щелчки И так далее Вот у нас Имеется файлик Погода Ну я просто Ее Просто так Возьму Скопирую Да Перенесу Просто на рабочий стол И вот При помощи Функции Дракон Дроп Переносим Этот файлик Примехинка Программу Аудасити К программу Аудасити И вот Мы здесь Видим Вот такие Вот Скажем Линии Можем сделать Их побольше Чтобы можно было Посмотреть Какие участки Допустим Панели Проанализировать Ну вот Например Вот этот Участочек Мне кажется Что он представляет Свой шум Это легко проверить Потому что Я сейчас Включу воспроизведение Если мы в нем Не услышим Мой голос То значит Этот участок Соответствует шуму Да Это шумовой Скажем так Фон И вот Теперь идем на Эффекты Идем на Удаление Шума И вот здесь Кнопочка Создать Модель Шума Вот на нее Мы и нажимаем Модель Шума Создана Теперь В любом месте Кликаем Левой кнопкой мышки И Два раза Кликнув Выделяем Полностью Весь Аудиофайл Снова Идем в Эффекты И вот Пожалуйста Значит Удалить Шум И Сейчас Согласно Вот этой Модели Шума Которую Мы создали Из Всего Видеоролика Подобное Будет Удалено Затем Это можно будет Сохранить Проект А уже Из проекта Сделать Экспорт В виде Аудиофайла И В видеоредакторе Подставить Этот Аудиофайлик На Видеофайле Удалить Звук Чтобы Показывал Только Видео Вот таким Вот образом И у вас тогда Будет Уже Звук С улучшенными Качествами Вот Заканчивается Обработка Видеоролика И видите Сразу Каким Стал Он Можем Еще раз Попробовать Его Послушать Ну Слышите Разница Существенная Вот таким Вот Образом В принципе Можно Всегда Убрать Лишние Ненужные Шумы Там Челчки И так далее Это уже Зависит От вас Можно Два раза Кликнуть Кнопочка Эффекты И еще Удаление Щелчков И треска Нажали ОК И Нам Программа Старается Удалить Челчки И трески Программа Закончила Удаление Челчков И треска Посмотрите Сюда Нам Нужно Сохранить Проект Я Нажимаю На кнопочку Сохранить Проект На рабочем Столе Ну Он Предлагает Уже Имя Сан Да На рабочем Столе Хотя В принципе Да Теперь мы будем Экспортировать Все это дело В виде Аудиофайла Значит Формат МП3 Да Пусть будет МП3 Сохранить Он переспросит По несколько раз И вот Начался Экспорт Из этого проекта В аудиофайл Видеоредактор Начинаем Добавляем Файлы В проект Сделаем Видеоредактор И начинаем Добавляем Вот этот Файлик И добавим Вот этот Файлик А теперь Поместим Файлик Погоды Вот сюда И звуковой Файлик Сюда Вот смотрите Значок На основном Файлике Я отключаю Звук Звук На этом Я оставляю И тогда У нас получится Что будет Нормальное видео Плюс С нормальным Звуком Вот таким Образом Производится Редактирование Звука В видеороликах То есть Вот значок Динамика С минусом Обозначает Что Видеоролик Вы смотрите А звук Из него Вы удалили Почему Отключили Потому что Вместо него Вы поставили Аудиофайл С улучшенным Звуком Вот таким Вот образом Так что Я считаю Что Теперь Вам будет Гораздо проще Редактировать Ваши Видеоролики В частности Их Звуковые Части Ну а теперь Поговорим О последних Ферсиях Линукс Минта 17.3 И 18 Очень много Нареканий было От пользователей Я на 17.3 Перескакивал Такой то Я им пользовался Потом Вернулся На 17.2 Вот на этом Компьютере У меня стоит 17.3 Но Апгрейденное From 17.2 Компьютер Старенький Старенький Лаптоп 2 Гига Памяти Очень скромные Ресурсы И тем не менее На нем У меня В принципе Все нормально Работает Все шевелится Так вот Переход на Версии 17.3 Или 18 Имеет смысл Тогда Когда вас Устраивают Все программы Если программы Которые Часто пользуетесь И они На этих версиях Не работают Значит обратно Возвращайтесь На старую версию И сидите на ней Спокойно И живите счастливо До 2019 Программа Которая позволяет Проверить Лично мне Подходит Мне Данная версия Или нет Вот она Первая Супер На 17.3 В разделе SystemBug На сайте Вы найдете Также на эту тему Масса видеороликов Так вот Стоит ли Овчинка Вывилки Если на версии 17.2 Я называю Ее Золотой Потому что На ней Все встает Сразу И все работает Нормально Стоит ли Все это Дело Вашу Отвериться Времени Поэтому Моя Рекомендация Очень простая Значит Если У вас Позволяет Место На вашем Жестком Диске А практически Сейчас Жесткие Диски Выпускают Достаточных Размеров Оставьте Старую Версию Ренок Смин 17.2 Выделите Допустим Там 30 Там 50 Гигабайт Под новую Версию Поставьте На нее Там 17.3 Или 18 Нет проблем И экспериментируйте До потери Пульса Когда поймете Что Это не для вас В любой момент В загрузочном Меню Выберите Загрузку Версии 17.2 И работайте Дальше На ней Спокойно Один из вариантов Создать Подкатную Корпу 17.2 На другом Разделе Жесткого Диска Или на Внешнем Жестком Диске И еще Один Вопрос На засыпку Где же Взять И скачать Версии 17.2 В моем Файлике Который Можно скачать С сайта Cherry3 В нем В нем Есть Вот Такая Интересная Штучка Сейчас Покажу Мое видео Операционные Системы И Линус Сминься На Мон И вот Здесь Копируете Вставляете В терминал И напрямую Скачиваете Необходимую Вам Версию Линус Сминься 17.2 Вот Я ее Для вас Выделил Это На 64 Бита И На 32 Бита Это Версия На 32 Бита Поэтому На Себе Можете Взять Ручками Скачать И С нуля Все Поставить Если Вам Хочется Готовую Сборку Тоже Нет Проблем Идете На Сайт И Нажимаете Или На Значок Вишенки Или На Вот Эту Строчку Команды И Видео Си Ти Би Здесь Выбирайте Любой Файлик Или Вот Новый Файлик Отменяет Алексей Или Мой Старый На Вытян У него Курсор Выделяете Строку Правой Кнопкой Мышки Загрузки Загрузка Стандартная Загрузка И Качаете Этот Файлик Файлик Небольшой 11 Мегабайт Скачается Быстро Ну А Как Скачать Мою Сборку С Меги Вот Пожалуйста На Моем Сайте Нажимаете На кнопочку Мега С Казахстаном Не работает Но Если Установите Расширение Anyproxy Или Justproxy То Пользователи Из Казахстана Смогут На Мегу Также Спокойно Заходить Итак Заходите На Мегу И Идете В раздел Который Называется Мои Сборки В разделе Мои Сборки Линукс Мои Сборки Вы Убираете Линукс Мин И Идете Уже На То Что Вам Нужно Или На Линукс Мин 32 Или На Линукс Мин 64 Я Даже Тут Не Писал Версию Потому Что Это Уже Мои Настроенные Нормально Работающие Сборки Качаете Изо Файл Качаете Контрольную Сумму Пароли Пользователя Имя Юзера И Тут Файлик Маленький Почитать Вот Практически И Все Мои Сборки Качаются Отсюда Есть Еще На Сборки Работайте На Версии 17.2 Она Будет Поддерживаться До 2019 Года Но К этому Времени Может Быть И Остальные Версии Станут Работать Лучше Ну Ладно Всего Вам Доброго И До Новых Встреч Сборки Сборки Сборки